В столичном дизайне завода «Флакон» с 6 по 8 мая прошла презентация 20-метрового полотна одержимой театрального художника Юрия Данича, который с 1992 года проживает в США. На картине изображены видные представители российской оппозиции в виде обнаженных бесов, пациента психиатрической клиники, животные, дети. Как пояснил художник, основной замысел произведения это показать, что такое одержимость. Именно она, по мнению Юрия Данича, движет лидерами оппозиционного движения, который тащит общество в пропасть, в черный квадрат, в никуда. Картина, состоящая из пяти полотен, создавалась в течение двух лет. Художник изобразил на полотне вполне узнаваемых политиков – Алексея Навального, Бориса Немцова, Михаила Касьяна, Сергея Удальцова, Владимира Рычкова и других. У всех персонажей вместо ног – копыта, что заставляет вспомнить не только бесов, но и изображение Балу Станы в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Сам художник подчеркивает, что в своей работе он ориентировался и на булгаковский роман, и на Фауста Гетте, и, безусловно, на творение Достоевского беса. Помимо этого художник ввел картину своих персонажей – пациентов в психиатрической больнице, где ему пришлось поработать. Профессиональный интерес к выставленному на публичное обозрение полотно проявили и действующие политики. Так, в последний день выставку посетили депутаты Государственной Думы Сергей Неверов, Ольга Баталина, Владимир Васильев, Алена Аршинова. Политики с большим интересом слышали художника, объяснявшего свой замысел, тайный смысл тех или иных символов и аллегории. Это было тем более интересно, что Юрий Данич передал восприятие российской оппозиции глазами эмигранта из России, живущего в США. В общем, справа в двух словах, как родилась эта идея и как она вывелась в эту картину. На самом деле, последние годы я наблюдаю, что чувство такое, что мир сошел с ума, катится в какую-то пропасть. Эта пропасть для меня была как бы квадрат Малевича, квадрат Малевича, как пропасть. Я его там изображил, но он не пустой квадрат, естественно, это не Малевича, там есть изображение. И по этому поводу, в связи с политической ситуацией, я решил изобразить, что именно вот эти лидеры, конкретные люди, лидеры оппозиции, втянут общество, часть общества, может быть, политически неграмотных, может быть, имеющих какие-то свои проблемы или что-то, тянут в эту пропасть. Я поехал в Питер, у меня получалось разрешение там поработать в психиатрической больнице, полтора месяца провел там, и когда я провел там полтора месяца, то я понял, что вот эти лидеры оппозиции, они не сумасшедшие, я не мог это сделать сумасшедшим, потому что сумасшедшие, потому что жизнь для меня родными людьми. А вот эти лидеры как раз используют, они делают, они абсолютно здоровые люди, но делают какое-то конкретное свое дело, и все. Поэтому я их разделил на разные холсты, и поэтому вот так вот разделилась вся программа. Ну, для начала, какие тут сложности. Некоторые тут уже называют романом, это чуть ли не романом, Достоевского или Булгакова. Булгакова, она прям пахнет, Булгакова. Да, музыка вся. Есть много музыки, давайте я просто проеду, подойдем так, сделаем. Начинается эта картина с Худеля, с черного Худеля. Это цитата из Фаула. Там Дон Фистофель, в первую перед Фаула, появился в виде черного Худеля. А там Навальный, изображающий, или его как бы изображают мучени как христа, на самом деле это как бы сатира, у меня это сатира, потому что он, во-первых, кентава, во-вторых, там все эти галстуки от Версачи, рок изобилия, все это никак не вяжется с Христом. А вот еще персонаж со своей головой, это как бы из древнерусской иконописи, когда Иоанн Крестителя продолжается со своей головой, так рассказывающий свое будущее. Ну и здесь тоже есть, вот там валяется бутылочка, с булгаркой, масло разлетело, точнее. То есть какая-то Аннушка разбила масло, не какой он не Анна Креститель, а просто подскользнулся и попал под кровать. Потом, значит, там все они между собой, даже не имеют найти общего языка, все строят вот дубырожки из-под тишка, там показывают вот этот, это, там, цены, да, американский средний палец, не могут и даже между собой не могут. Единственное, вот здесь животное упирается, сопротивляется, то есть инстинктивно оно чувствует, что это тащит куда-то не туда, и оно сопротивляется. Потом вот мои любимые фрукты, гранаты. Я уже несколько раз рассказывал эту историю здесь, но повторю еще раз. В биографии Байрона я прочитал, когда мы жили с Шелли в Италии, около Ниццы. Шелли в непогоду поплыл корабле с одним капитаном в море, там утонул, по одной версии он утонул, то есть он смыл с кораблем, по другой версии пираты на них напали, но, короче говоря, он погиб, утонул, и через два дня его выбросил на берег, Байрона его нашел, и они решили захоронить его, так, торжественно захоронить его прямо на берегу. Они набрели его маслом оливковым и подожгли. И когда от перегрева у него раскрылась грудная клетка и разорвалось сердце, Байрона кинулся к нему в слезах, взял это сердце, и сперва, вот это гениальное сердце, которое пишет такие стихи, писало такие стихи, такие стихи. Вот у меня где-то с сердцем все время, это кровоточащим сердцем, вот эти гранаты, кроме того, в некоторых местах, вот как у быкова, например, гранаты, потому что само слово граната по-русски, гранаты, он как бы ассоциировался с чем-то таковым дэнгерсом, с какой-то опасностью, взрывной опасностью. Вот Акулин, такой, с ног, сидит на стуле, антиквальном стуле 17-го века, музей из музея, и под копытом у него тоже табулеточка 17-го века. Вот его труп, он как бы указывает, куда всем идти. Вот Латенина, которая, как бы, в позе «Убратительницы змей», играет на армейте, что-то там музыка, что-то, да. В центре как раз вот эти красные сумочки, из-за полосы, конвертики, собчат. Ну, по-моему, все-все узнаете. Сумочки, да. Сумочки, да, все-таки, ну, не дешевые вещи. И золото, которое высыпается, из-за золота изобилия, оно практически все остается вот на этом полотне. Вот это смешное. По Юнгу, по Карлу Юнгу, яйцо является символом новой жизни. Ну, вот тут такое целое ведро, усадебнесушка, целое ведро этих яиц, и опять же, ну, как метафора, то есть оно надувает, эти яйца, как я уже делал, то есть оно надувает, это какую-то яичницу, это не вижу. То есть это, это на быте, оно ухаживается. И эффектно. Ну, какие персонажи, привязанные к каролаке, к музыку я видел? Ну, я только что добавил, да, динамит, и, как бы, придется, там, говорит, такое целево опасное. Ну, что, ну, создать ситуацию, в каком-то время, что все может в любой момент на каролаке, чем-то, сейчас не происходит. Вот я вот и говорю, что у меня они стоят просто святыни. Я, может быть, даже всех должен это сделать, с этим. Просто, там, подожди, там, позиции, как бы, я просто пропоновал, вот, 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 вот. Потом, значит, вот еще одна цитата, там, видите, в окошечке висит красный паучок. Это из Достоевского беса, в самом деле, с которым перекликается название, все это, и, как бы, сюжет, и картина. Это, стало, покаяние, стало, вот, все, вот. Значит, когда он там рассказывает, каяться старцу, что, как бы, довел до самоубийства девочку, 14-летнюю, в этот момент, вот, когда она повесилась, он в этот момент подгадил кастину, видел этого красного паучка. Там, то есть, как полагается, девочке здесь нет, ощущение должно быть, что там висит эта девушка. невинная, опять же. Потом, вот, такой, сомненный сюжет, тоже там был, беременная женщина. То есть, она еще не родила ребенка, а уже он может попасть в стихотворье, даже без его собственного какого-то мнения. Я уже, когда приехал сюда, мне кто-то мне говорил, не помню, Андрей, люди говорят, кто-то еще мне говорил, что Навальный называл людей с трибуны, парашек, не шоу, не шоу, не шоу, не шоу, не шоу, а я здесь, не шоу, когда вы получили картинки, на самом деле, я так и думаю, что людей считаются баранами, пытаются картин, приучить своей игре, но они даже не понимают, вот здесь изменивает наш шахматист, эспар, и это на доске его проигранная партия, которую он проиграл компьютерам, и поваленные часы, остановившиеся, в песочной части, если что, они, я думаю, останавливаются, и то, что он сдался, он отберел как бы, от той группы оппозиционеров, он как бы сдался от битвы и вывесил белый флаг, ну и даже этот белый флаг там как-то овца жует равнодушно, если бы это такое понятие. Ну вот, вот здесь один слепой, который ничего не понимает, слава Богу, движется, поскольку он слепой, его спасение в том, что он слепой, идет в другой стороне. И, естественно, в священном пытается остановить. Сунисэн, верно? Я думаю, что он слепой, и он слепой, и он слепой, и он слепой.